Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. И сегодня мы беседуем с первым заместителем министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Еленой Владимировной Сапаркиной. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день, уволожаемые телезрители! Давайте сразу к делу. И нас сегодня волнуют вот такие вот вопросы. Какие назначения и выплаты денежной компенсации части затрат на проезд отдельным категориям граждан в Чувашской Республике предусмотрены в этом, в 2017 году? С 1 января 2017 года у нас изменилась форма мер соцподдержки по оплате проездных билетов или компенсации за проезд. Напомню предысторию, что у нас с 2006 года произошла монетизация льгот. Если раньше льготы предоставлялись в натуральном виде, то с 2006 года региональные выплаты стали предоставляться льготы в денежном выражении, в том числе и льготы на проезд. При этом решением правительства республики было принято льготный проездной билет, так скажем, когда гражданин оплачивал определенную стоимость в 2016 году, это было 600 рублей, и пользовался неограниченным количеством поездок на всех видах общественного транспорта – троллейбусы, автобусы и пригородные автобусы. С 1 января 2017 года данная выплата, то есть льготный проездной билет, был заменен на компенсацию. Хочу напомнить, что эта выплата дополнительно в основном, почти во всех субъектах Приволжского федерального округа данная выплата не предоставляется. Это по решению правительства нашей республики. Мы осуществляем через отделы социальной защиты населения, начиная с апреля месяца, будет осуществляться компенсация за приобретенные проездные билеты на автобус, троллейбус, либо пригородные автобусы. При этом хочется отметить, сравнить. Допустим, гражданин у нас ранее оплачивал 600 рублей. Ездил он на автобусах или троллейбусах. Компенсация из бюджета предоставлялась независимо от того, на каких видах транспорта гражданин проездил, на все виды транспорта. В текущем году гражданин приобретает проездной билет. Допустим, на автобус он стоит у нас 750 рублей, на троллейбус 700 рублей. И компенсация составит, соответственно, на автобус 150 рублей в месяц, на троллейбус 140 рублей в месяц. Из расхода гражданина на приобретение проездного билета, по факту получается, что он на приобретение проездного на троллейбус потратит 560 рублей, а на автобус 600 рублей. То есть фактически гражданин не потерял ничего, просто изменилась форма предоставления мер соцподдержки. Во-первых, при приобретении проездного билета он этот проездной билет должен сохранить, если это проездной билет, напечатанный типографским способом. И предъявить данный проездной билет вместе с заявлением в отдел социальной защиты населения по месту жительства для получения компенсации. Если это проездной электронный, когда карточкой оплачиваете в транспорте, в этом случае у нас заключается соглашение с единой транспортной компанией, которая будет нам предоставлять сведения о тех льготниках, которые купили вот такой вот электронный проездной. И мы уже на основании этих сведений будем возмещать компенсацию гражданам. Как правило, у данной категории граждан имеются другие выплаты, поэтому сведения о лицевых счетах, которые они открыли в банках, куда им идут перечисления других выплат, у нас имеются. Поэтому сложностей с этим вопросом не возникнет. Ну, по-моему, все предельно понятно. Я думаю, что зрители наши разберутся. И мы хотим перейти вот к такому еще вопросу о ежемесячной денежной выплате семьям, у которых рождается или которые усыновляют третьего ребенка. Там вот изменился, были внесены изменения в закон Чувашской республики. Вы можете их прокомментировать и рассказать нам? Да, что касается ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего или последующего ребенка, здесь были внесены изменения в закон Чувашской республики. В частности, был уточнен период в отношении детей, за рождение которых предоставляется данная выплата. Этот период был ограничен 1 январем 2017 года. То есть дети, рожденные до 1 января 2017 года, у нас продолжат получать ежемесячную денежную выплату. А рожденные после указанной даты, к сожалению, пока на сегодняшний день выплата не предоставляется. Но здесь хочу отметить, почему были внесены такие изменения. Данная мера социальной поддержки – это дополнительная мера в рамках исполнения указа президента Российской Федерации номер 606, в котором было сказано о том, чтобы обеспечить к 2018 году коэффициент рождаемости в среднем по Российской Федерации не ниже 1,753. У нас суммарный коэффициент рождаемости в Чувашской Республике значительно превышает показатели средние по Российской Федерации. В том числе наблюдается естественный прирост населения. В связи с этим Российской Федерации на уровне правительства было принято решение о том, что в 2017 году ежемесячная денежная выплата будет софинансироваться в отношении детей, рожденных до 1 января 2017 года. Понятно. Хорошо. Вот еще такой момент, в который все-таки нужно внести ясность. У нас некоторые граждане начинают путать вот такие вот отмену ежемесячно, денежные выплаты по случаю рождения или усыновления третьего ребенка, и такое понятие, как такая мера государственной поддержки для семей, которые имеют детей, как республиканский материнский семейный капитал. Он сохраняется или... Республиканский материнский семейный капитал, да, он сохраняется. При этом хочется отметить, что у нас продлен период права распоряжения данным материнским капиталом в отношении детей, рожденных по 31 декабря 2018 года. То есть республиканский материнский капитал это отдельная выплата, не имеющая связи с ежемесячной денежной выплатой. Здесь хочется отметить, что у нас республиканский материнский капитал, так же, как и федеральный, направляется на улучшение жилищных условий, на образование детей, в том числе и на дошкольное образование, и высшее образование. И ребенка не только того, за которого получен этот республиканский капитал, а в отношении других детей тоже. И третье направление, это новое направление, приобретение средств реабилитации и абилитации для социальной интеграции детей-инвалидов в общество. То есть те дополнительные средства, которые по федеральному перечню не предоставляются. Такие, как дополнительные развивающие игры, оборудование компьютеру дополнительное, книги для слабовидящих детей, ну и так далее. В общем, средства, которые утверждены, перечень этих средств утвержден постановлением правительства Российской Федерации. То есть обналичивать республиканский материнский семейный капитал так же противозаконно, как и... Да, конечно, обналичивание, это преследуется по закону, считается мошенничеством, поэтому ни в коем случае нельзя злоупотреблять и рассчитывать на то, что это не выявится. Да, это не выявится. Спасибо большое, Елена Владимировна, за интересную беседу, за полноценные ответы на такие непростые вопросы. Спасибо вам, что вы слушали и пригласили. И хочется сказать дорогим телезрителям, в случае, если возникают вопросы, вы всегда можете обратиться непосредственно в Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, либо в отделы социальной защиты населения по месту вашего жительства. Я напоминаю, это была программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...